Всем бобра, дорогие друзья! С вами Винди и немножечко новых новостей о фильме ФНАФ. Не знаю, как вам, но мне достаточно интересно о нем узнавать новенькие штучечки. Во-первых, что интересно, мои партнеры на моем английском канале поделились с Iron Horse Cinema своими модельками кошмарных аниматроников. Они реально обалденно выглядят, они очень хорошо идут в ходу, и мне достаточно они нравятся, несмотря на то, что они сделаны были уже достаточно давно. Вот, к примеру, Фредди, который будет в фильме. Вот, к примеру, Фокси, как я и говорил, он будет в фильме. И вот Чика. Ммм, обалденно. Серьезно, ребят, я же в прошлом видео говорил, что, мол, ой, блин, как было бы круто, если бы были кошмарные аниматроники. Хдыщ тебе! Вот, кошмарные аниматроники, и они будут в фильме. Конечно же, после компьютерной обработочки они будут выглядеть еще круче в самом фильме, но они сами по себе, как видишь, выглядят здорово. Так, а теперь о самом фильме. Все же, судя по картиночкам, как я и предполагал, Iron Horse Cinema решили воссоздать игру Five Nights at Freddy's 4. Вот мы видим, как паренек, который раньше лежал в кровати, теперь бежит к двери. Кстати, что интересно, в отличие от ФНАФ 4, здесь ребенок перебегает на своих двоих, в то время как в четвертой части он то ли перебегает на окорачиках, то ли как спецназовец сделает кувырок к двери. И здесь также ребенок вполне взрослый. Так, он перебегает, и вот он выглядывает в коридор. Я предполагаю, что это коридор слева у нас, где видна обычная, я бы сказал, хрущевка. Лично я видел у нас такие здания реально в городе, и так что, да, они примерно того же времени, атмосферу у них удалось воссоздать. Правда, не очень понятно, почему все такое потрепанное. Судя по всему, он в данный момент находится как бы в своем кошмаре, где весь его дом это не прибранный красивенький домик, а вот такая вот комнатушка, где все не выглядит по-домашнему уютно. Хотя, возможно, они разыграют это все же как-нибудь иначе, ведь ребенок, как видно, не имеет никаких повреждений на лбу, а значит, это не связано с укусом 87. Хотя, может быть, они думают, что ребенок в коме видит свои кошмары, а там у него нету никаких повреждений, ну, потому что это его воображение, ты понимаешь? В любом случае, сама концепция достаточно интересная, и, в принципе, неплохо сделана атмосферка, на самом деле, криповенько, криповенько. Знаешь, здание очень похоже на типичный заброшенный такой старый-старый дом, что лично на меня нагоняет такого холодка по спине. Ну да ладно, ребята, надеюсь, вам понравилось. Всем пока-пока-пока, удачи!